Привет! Это третий урок моего мини-курса по программе OBS Studio. В нём я покажу возможности OBS, связанные со звуком. В прошлом видео мы уже подключили наши входы и выходы. Теперь нам следует обратить внимание на окно микшер. Это окно состоит из каналов. Каналы бывают монофоническими и стереофоническими. Весь звук с компьютера зачастую идёт в стерео, а микрофон обычно в моно, хотя бывают исключения. Каждый канал в микшере имеет такие элементы. Название, шкалу индикации, фейдер громкости, индикацию фейдера, кнопку вызова контекстного меню и кнопку заглушения. В контекстном меню мы можем показать все каналы, скрыть канал, переименовать, выбрать вид отображения микшера, добавить фильтр, перейти в свойства и перейти в расширенные свойства аудио. В расширенных свойствах мы можем точно отрегулировать громкость в процентах, свести стереоканал в моно, спанорамировать наш сигнал, синхронизировать звук и видео, включить мониторинг и выбрать посылы на дорожке записи. В фильтрах вы можете обработать свой сигнал. Доступны такие инструменты. Шумоподавление, пропускной уровень шума, усиление и компрессия. Вы могли заметить, что я фильтры перечислил не по порядку. Я перечислил их в порядке применения. Итак, давайте рассмотрим каждый фильтр по отдельности. Первое. Шумоподавление. Включаем его и слышим, как меняется сигнал. Уровень подавления. То, насколько сильно будет понижаться фоновый шум. При нулевом значении фильтр отключен. И чем сильнее мы влияем этим пунктом, тем больше искажается звук. Вы можете это слышать вот сейчас. Я верну его где-то вот на 25. Нормально. Далее. Пропускной уровень шума. Правильно это называется noise gate. Если вам интересно, вы можете ознакомиться с настройками отдельно. Но вкратце я сейчас объясню. Верхний порог. Значение, при котором сигнал не проходит. Нижний порог. Значение, при котором сигнал начинает проходить. Длительность атаки. То, насколько долгим должен быть ваш сигнал, чтобы он начал проходить. Длительность задержки. То, насколько долго еще будет открытым noise gate. Длительность затухания. То, насколько плавно будет включаться noise gate. Здесь вы можете усилить или ослабить ваш сигнал. Если он слишком громкий или если он слишком тихий. Компрессор. Здесь у нас есть такие функции. Сжатие. То, во сколько раз будет сжиматься сигнал, превышающий порог срабатывания. У меня степень сжатия стоит на 10. То есть в 10 раз ослабляется сигнал выше порога. Порог у меня установлен на минус 25 дБ. Атаку и спад мы уже рассмотрели в noise gate. Выходное усиление позволит вам восстановить тот сигнал, который мы задавили с помощью компрессора. У меня это значение стоит на плюс 5 дБ. Источник приглушения сайдчейн компрессии. Здесь вы можете выбрать тот сигнал, который будет управлять компрессором. Что это значит? Вы можете включить какую-нибудь музыку на вашей колонке, добавить на нее фильтры, компрессор, поставить степень сжатия, например, 20, порог срабатывания минус 27, атака и спад по своему усмотрению, выходное усиление на 0. И выбрать источник приглушения в ваш микрофон. И таким образом, когда ваш микрофон будет превышать уровень минус 27 дБ, будет приглушаться музыка. Также OBS позволяет вам добавлять ваши VST плагины версии 2. Вот, как вы видите, спокойно работают VST плагины, например, Azotope Nektar. Можем накрутить здесь эквализацию какую-нибудь. Ну, я, к сожалению, сейчас не слышу, поэтому я не могу оценить. Поэтому лучше не трогать. Могу поставить пресет. Вот, например, можем сделать вот такую вот эквализацию, и она будет работать у нас прямо на стриме. Не будем сейчас Nektar 2. Если захотите, можете сами найти информацию о нем. Также да, он платный. Ну, ладно. На этом все. Встретимся в следующем уроке. Ну, ладно. Хорошо. Продолжение следует...